Добро пожаловать в мамину школу! И я, Наталья Львова, приветствую вас! Сегодня в выпуске. Как привить ребенку любовь и интерес к истории своей страны в Новый год? Для чего хранить старые игрушки? И для чего создавать самодельные? Новый год на дворе. Новый год. Новый год – любимый праздник многих людей. Наверняка от того, что он дает надежду даже самым несбыточным мечтам. И так было во все времена. Кстати, о временах. Знаете, с детства и по сей день меня безудержно тянет в прошлое нашей страны. Так хочется своими глазами увидеть, как жили люди в 60-х, в 40-х, в 30-х и даже до революции. Но пока машину времени не изобрели, нам остается смотреть хроники прошлых лет, фотографии. Кстати, Новый год – это хороший повод для познания своей истории, своих корней. Конечно же, разве можно наряжать елку и не рассказывать ребенку об истории родной страны? Ведь хрупкие елочные украшения не менее увлекательны, чем даже архивные документы могут рассказать о том, как жили люди в разные времена. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Наталья. Ну что же, Галина, нам сегодня предстоит с вами нарядить историческую елку. И я предлагаю начать наряжать ее с чего-нибудь вкусненького. Конечно. И делаю я это не случайно. Ведь каждый ребенок должен знать, что первые елочные украшения были именно съедобными. Отсюда до сих пор традиция вешать на елку яблоки, конфеты, пряники. Галина, а когда появилась в России традиция наряжать елки? Традиция появления новогодней елки на Руси появилась в связи с указом Петра I о праздновании Нового года 1 января. То есть это было самое начало XVIII века, 1700 год. И далее не прижилась она активно в домах, в городах, в деревнях и селах. И лишь только к середине XIX века, когда царь Николай I женился на императрице Александре, урожденной в Германии, появилась традиция ставить новогоднюю елку во дворце. Приглашали посмотреть всех желающих. Но, тем не менее, просуществовала традиция тоже очень недолго в дореволюционной России. И не имела такого массового явления. А в связи с революцией обычай встречать Новый год был забеден полностью. Но, тем не менее, сложившееся веками желание праздновать начало Нового года и украшать дом, украшать елку, готовить подарки существовало. И люди, тем не менее, старались хоть каким-то образом продолжить праздник и делали игрушки своими руками и в деревнях, и в селах, и в городах. То есть производства елочных игрушек до революции у нас практически не было? Да, практически не было. Массового производства не было. Были только маленькие кустарные мастерские. В основном это был завоз игрушек из Германии. Итак, если в доме растет ребенок, на елке каждый год непременно должны появляться самодельные игрушки. Но поройтесь в старых сундуках своих родителей, бабушек, прабабушек. Наверняка у них хранится бесценный клад в виде старинных елочных игрушек. И никакие современные игрушки не должны обесценить уникальную работу мастеров прошлых лет. Галина, скажите, вот как вы считаете, почему наши дети должны видеть эти игрушки старинные? Что они должны знать о них? И вообще, стоит ли действительно хранить это старье дома? Обязательно. Ведь игрушки новогодние – это не только украшение елки, но это и еще целая эпоха, целая история семьи. С каждой игрушкой связана какая-либо семейная история. Старинной игрушкой считается любая игрушка, изготовленная до 1966 года. Поэтому любая семья, хранящая игрушки, является обладателем поистине клада. Ведь если мы посмотрим внимательно на них, то мы увидим, что здесь игрушки расписаны вручную. Форма очень тщательно проработана. И когда ребенок маленький знакомится с окружающим миром, для него очень важно познание через красоту. Вернемся в историю. Итак, в 1917 году. Революция. И вместе с революцией уходит в небытие елка со всей новогодней атрибутикой. Да, действительно, целое поколение детей практически 17 лет не видели в своих домах замечательных елок. Официально они были запрещены. Но, тем не менее, в 1935 году особым указом на государственном уровне разрешается праздновать Новый год. Праздник возвращается детям. И 28 декабря 1935 года заработал конвейер по выпуску красивых елочных игрушек. И даже тогда прозвучала фраза Сталина. Жить стало лучше, жить стало веселее. И в детских садах стали праздновать елки, наряжать их. И даже существовала специальная инструкция по тому, как должен был проводиться праздник, какие игрушки должны быть на елке, и что делать детям, и что делать воспитателям. Игрушки, конечно, стали другими. Ура! Новый год вновь разрешен. Первая советская елка была 15 метров в высоту и поставлена в колонном зале Дома Союзов. Уже на следующий год появились сотни праздничных елок по всей стране. Но теперь на смену яблокам и ангелочкам пришла пятиконечная звезда и пионеры. Но, к сожалению, недолго пришлось порадоваться новогодней елке, праздновать Новый год, ведь началась Великая Отечественная война. Галина, а что же было в Великую Отечественную войну? Неужели люди забыли про Новый год? Нет, люди не забыли про Новый год. Наоборот, все те, кто остались в тылу, всеми силами старались сохранить праздник и порадовать детей, поскольку это прежде всего детский праздник. И поэтому для елки выбирали редкие украшения, которые сохранились. А люди, которые уехали в эвакуацию, они не могли увезти, конечно, с собой елочных украшений. И они начали делать украшения своими руками. Старинные игрушки той поры, сохранившиеся в ваших, может быть, коллекциях, или вот те, которые сегодня присутствуют в суде, тоже выполнены из стекловатой. Те незамысловатые морковки. Лакомые и сладкие морковки. А мы помним, что морковка – это тоже новогодний символ, ведь нос у снеговика из морковки. И тем не менее, очень простые шуршающими бумажками эти игрушки с 40-х годов украшали и очень радовали детей своим появлением. Промышленность делала тоже различные игрушки из стекла. Но, конечно, это было уже изображение и танков, и самолетов, военной тематики и красных звезд. Я смотрю, у нас есть здесь игрушка из картона. Наверняка это со времен войны или нет? Первые игрушки из картона появились в 40-х годах, поскольку сложно было изготавливать стеклянные при помощи выдувания стекла шаров. А это прессованный картон, золоченый, с изображением сказочных персонажей. Здесь мы видим Емелю, который поймал свою щеку, и она поможет ему исполнить свои желания. Конечно, этот сказочный персонаж был чрезвычайно желанным. Традиция изготовления игрушек из такого прессованного картона, фольгированного, сохранялась и до 60-х годов. На фабриках и выпускали. Итак, надеюсь, ваши дети точно знают, что наш народ победил фашизм. И в честь победы наверняка появляются и игрушки елочные. Безусловно, красная звезда на елочных игрушках, как символ победы, продолжает присутствовать и последующие годы. И мы вот видим здесь изображение такой замечательной пятиконечной звезды, яркой на стеклянной игрушке. Она буквально светит своими гранями и даже чем-то напоминает орден победы, если мы так вспомним об этом. И в это же время, в 50-е годы, начинается выпуск игрушек, деланных из таких стеклянных трубочек. Мы здесь тоже видим в центре пятиконечную звезду, различные элементы буз и классическое украшение, как в виде фонарика, который подсвечен со всех сторон светом, тоже появляется в этом производстве для елок. Такие трубчатые игрушки становятся очень популярными и своеобразными, в то же время перекликаются и с новыми зданиями. И поскольку интерьеры тоже меняются, и эти игрушки по своей форме более созвучны уже развивающимся и приближающимся к 60-м годам. 50-е годы, время правления Сталина. А как известно, все прислушивались к мнению вождя. А Сталин очень любил цирк. И, конечно же, на каждой елке появлялись артисты цирка. Клоуны, цирковые собачки. Посмотрите, это игрушки 50-х годов. Необыкновенное чувство держать их в руках. Но время движется вперед, наступают 60-е годы. И, конечно, главным событием 60-х годов, с самого начала, это полет человека в космос. И начиная с 62-го года в каждом доме обязательно появляется космонавт. И его на елке закрепляют при помощи прищепки на самой верхней ветке, рядом со звездой. И на вопрос, кем ты хочешь быть, каждый ребенок отвечал, конечно, космонавтам. Галина, а это уже правление Хрущева, как я понимаю. Кукуруза не обуза? Ешьте больше кукурузы. Конечно, не обуза. И до сих пор многие люди, родившиеся в это время, удивляются. Откуда же взялась на елке кукуруза? Столь нехарактерный продукт для нашей средней полосы. Да, действительно, со времена правления Хрущева елочная игрушка в виде кукурузы стала массово выпускаться. И выпускается до сих пор одна из самых популярных. Вот таким образом кукуруза нашла тоже место на новогодней елке в виде такого золоченого, красивого початка. Ну, он удивительно сделан. Прямо настоящая кукуруза. В этом-то и состоит суть и красота самой игрушки. Здесь подчеркнуты и характер зерен, и слегка позеленена верхняя часть листьев. И поэтому она абсолютно узнаваемая. А помидор? Сеньор Помидор тоже замечательный персонаж. Его часто можно было увидеть в 60-е годы на елках. Эта игрушка тоже 60-х годов. Такой красный, румяный помидор. Ведь зимой помидоры не были на столе, на новогоднем столе, как это принято сейчас у нас. А напоминая своими румяными боками о прошедшем лете, они тоже приносили радость. И дети с удовольствием их узнавали. Тем более это еще может быть и как сказочный персонаж. Сеньор Помидор. Поскольку сказка Чаполина стала тоже широко известна в это время. Есть и другие сказочные персонажи. Например, из сказок Пушкина. Они когда появились? К юбилею Пушкина в 69-м году тоже разрабатывается целая коллекция игрушек, сказочных персонажей. Среди которых можно было найти и кота, у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И сказка о золотом петушке, золотые петушки, и шамаханские царицы, и разнообразные персонажи. А пусть повнимательнее посмотрят свои домашние игрушки и узнают этих персонажей. Может быть, ваши детки смогут так заинтересоваться и познакомиться со сказками Пушкина. Такой персонаж Пушкина, как из сказки о царе Салтане Белочка, грызла орешки. И вот как раз грецкие орехи – один из самых традиционных видов украшений елки. Вначале они были натуральные, а затем их стали делать тоже из стекла и разокрашивать самыми разнообразными цветами. Красивые по форме, они замечательно смотрелись на новогодние елки. Галина, я смотрю, в историю елочных игрушек прослеживается тенденция к уменьшению размеров. Маленькие грецкие орехи. И вот я смотрю, здесь вы принесли целую коробку совершенно миниатюрных игрушек. Но на какую елку их вешать? Вы совершенно правы, Наталья. И многие современники помнят, как в 50-е, а затем особое распространение в 60-е получили елки небольшого размера, которые можно было поставить дома. Большую, красивую, живую елку. Некоторых не было возможности поставить из-за размеров жилья. И на смену появляются новогодние искусственные елки. И вот специально для них и разрабатывают такие миниатюрные игрушки. Так и назывался набор игрушек для елки-малютки. В малогабаритных квартирах хрущевской поры такая елка была, конечно, желанным украшением. И каждый маленький ребенок мог подойти к ней, если их рассматривать. Здесь есть и Снегурочка, и Дед Мороз, и даже парашют. Новый год – это всегда сказка. И чем больше сказочных персонажей мы видим на елке, и мы предлагаем ребенку рассмотреть их, тем больше мы в нем пробуждаем желание познакомиться со сказкой. Почитать эту сказку. Это может быть хорошим мостиком. Как от новогодней игрушки перейти к чтению новогодних сказок. Как увлечь малыша. Прелесть – это же лиса. Лиса. Лиса с балалайкой. Совершенно замечательная лиса. А что же было в 70-е, 80-е годы? Ведь продолжается производство игрушек. Конечно, продолжается. В 70-е, 80-е годы продолжается выпуск самых разнообразных игрушек. И в форме колокольчиков, в форме шаров, полюбившихся всем. И также мы даже можем посмотреть на примере сказочных персонажей, как меняется немножко форма. Вот мы видим красную шапочку, выпущенную в конце 50-х, в начале 60-х годов. И красную шапочку уже в 80-х годов. Мы видим две большие разницы. Но тем не менее, персонаж стал проще, форма более обтекаемая, более современная. Но тем не менее, она узнаваема. Сохранена, главное, красная шапочка. Поэтому в 80-е годы какого-то стилевого явления яркого в игрушках, кроме обобщения формы, не привнесли. Персонажи зайцев, да, это тоже уже характерная игрушка в 70-х годах. И в 80-х она присутствовала на ёлках. Ну, то есть вот форма, в принципе. Более обобщенная. Если мы сравним с первыми игрушками 50-х годов, то, конечно, мы видим разницу. И, конечно, скорее 50-е годы, мы видим тут авторскую работу, поскольку игрушка расписывается вручную, и очень тонкая работа. А этот светофор, я подозреваю, пропагандировал, не знаю, как это правило. Правило, да, он похож даже на фонарь. Игрушка 70-х годов, даже, скорее, она конца 60-х, начало 70-х годов. Вообще, это время самое популярное для производства игрушек. И они стали доступны, они абсолютно приемлемы по цене. И, конечно, если смотреть на клады семей, то основное количество игрушек в них принадлежит 60-м, 70-м годам. И все предметы, окружающие человека, все реалии общества, так или иначе находили звучание в новогодних игрушках. Интересно, а что мы будем детям рассказывать о начале 21-го века? Вероятно, вспомним, и, может быть, в качестве украшения на елку появятся компьютерные диски. Точно. Одно радует – это возвращение традиционных шаров. Традиция – это самое важное и нужное для ребенка. Перейти к авангарду, перейти к поиску нового стиля всегда легко. Но прежде всего нужно заложить правильную базу, чтобы воспитание вкуса было на традиционных, мастерских, красивых вещах. Но интересно ли это детям, когда подходит малыш, и ему нечего разглядывать? А ведь так важно ребенка приучить именно разглядывать, сосредоточить свое внимание, что-то узнать, что-то рассказать. Детство – удивительный возраст. Чем больше ребенок познает, тем больше у него формируется любовь к познанию, любовь к изучению на всю оставшуюся жизнь. Если в семье есть традиции, то они и формируют всю последующую судьбу ребенка. И я считаю, очень хорошей традицией будет сохранение ручных расписных игрушек, если к Новому году каждый раз в семье будет приобретаться хотя бы один, но очень красивый шар в лучших традициях новогодних игрушек России. Вручную расписанный, с великолепным пейзажем или с каким-нибудь узором, напоминающих нам о том, что Новый год и Рождество – это действительно праздник. Праздник сказки и волшебства. А когда мы видим перед собой пустую плоскость модного нынче, не бьющегося стеклянного шара, то мы не можем представить себе никакого волшебства. Я согласна с вами, полностью разделяя ваше мнение. Это и мое мнение, и, надеюсь, мнение наших телезрителей. И предлагаю сейчас все-таки нарядить нашу историческую елку. С удовольствием. Давайте нарядим нашу историческую елку, и получится, что на ней встретятся игрушки, как перекличка всех эпох. Эпох нашей Родины, истории нашего государства и истории нашей с вами, поскольку история начинается с семьи, и мы растем, развиваемся, а теперь наша игрушка переходит к нашим детям. Ну что ж, давайте нарядим нашу елку историческую. С удовольствием. Кстати, ведь по нашей елке уже экскурсию можно проводить. Действительно. А вы попросите своих детей провести экскурсию по вашей елке. Вот увидите, у них это отлично получится. Мы хотим провести вам экскурсию по нашей елке. Она у нас очень необычная. У каждой игрушки нашей елки есть своя история. Вот, например, самая старая наша игрушка. Такие игрушки сейчас не делали. Если внимательно присмотреться к елке, то она может очень многое рассказать о своих хозяевах, об их духовном мире. Эта игрушка, как и достаточно многие другие игрушки, передались нам по наследству. Эта игрушка еще из коробочки нашего дедушки. Эта игрушка сделана еще в довоенное время, из папье-маше. По елочным игрушкам дети узнают историю нашей страны. Вот, к примеру, они не жили в Советском Союзе, но знают, почему почти в каждом доме есть пятиконечная звезда. Звезда и цветочек красные, как звезда Советского Союза. Самая популярная елочная игрушка в виде еды, которая доходит до наших дней, правда, меняя форму, это кукуруза. Конечно, девочки, еще только предстоит узнать о периоде в истории нашей страны, когда кукуруза была не обуза. Но сейчас насчет этой игрушки у нее есть другая, не менее правдоподобная версия. После войны людям было почти нечего есть, но чтобы утешить себя, они передумали елочные игрушки и на этот случай. Когда дело с продовольствием немного наладилось, пришло время сказочных игрушек. Старые игрушки – это очень большая ценность, это память, ведь каждая из них имеет свою историю. Эти игрушки действительно настоящий раритет, и даже дети в состоянии это понять, и поэтому они так трепетно относятся к своим сокровищам. В молодости эту игрушку вешала на елку еще наша прабабушка. А когда, бывшие еще более маленькими, мы с сестренкой откололи снегирю хвост, мама думала, что она не опомнится. А все же игрушка оказалась цела. А хотите узнать, почему некоторые игрушки массового производства тоже становятся раритетом? Во всяком доме много таких вот игрушек, не полных, а с углублением, что совсем недавно вы могли купить их в любом магазине. Но форма этих игрушек утеряна, оно бы восстановить не получилось, поэтому теперь их все берегут. Но жизнь продолжается, и каждый год на елке появляются современные игрушки. И еще я хочу показать шарик, который я тоже привезла из Клина, как и лебедей. Я выбрала этот шарик, потому что мне кажется, что ангелочек нарисованный здесь очень похож на мою бабушку. Это подтвердила даже сама бабушка. Вот так елка в этой семье стала символом преемственности поколений, где помнят свои корни, а значит, крепко стоят на ногах. Посмотрите, у нас получилась необыкновенно красивая и очень ценная елка. И в этой елке история нашей страны. А тот, кто не помнит своего прошлого, у того нет и будущего. И эту истину проверили на себе в ходе истории многие страны и люди. Давайте мы не будем на себе проверять эту истину. И давайте расскажем нашим детям с любовью и с гордостью о нашем прошлом. Вот и все. У меня остались бусы. И я хочу напомнить вам, что традиция украшать елку бусами тоже пошла именно из России. С Новым Годом, друзья мои! С Новым Годом! С новым счастьем! Всех благ вам и вашим детям! Пусть сбудутся в этом году все ваши самые сокровенные желания. А я прощаюсь с вами. До новых встреч, маминой школе! С Новым Годом!